ну что ребята всем огромный привет мы с вами снова на канале чё почем авто в америке и мы с вами говорим здесь про тачки на своем канале вам никаких услуг не оказываю ничего не продаю и не втюхиваю тем более мы с вами просто смотрим на реальные цены с площадок сша штат флорида город нейплс как я уже сказал и машины цены обзоры на новые на старые на всевозможные погнали так ребята ну в предыдущей части у меня был выпуск по вот этим всем автомобилям практически мы прошли все показывал секвою показывал джета honda accord пассат и там у меня был даже ford f-250 и был рам короче говоря так в общем все все эти машины в том числе кстати мустанг все эти машины я вам уже показал в одной из частей рассказал про цены про пробеги все в общем все что вас как правило интересует все рассказал оси сегодня выпуск у нас вот этих замечательных ну в большей части немецких автомобилей хотя он там я вижу полисает стоит стоит mercedes gls начнем с миника мини cooper с ну не знаю никогда у меня не было идеи купить себе такой автомобиль так то честно говоря машинка наверное зачетно кому то наверно нравится девятнадцатый год сейчас посмотрим на пробег стоимость у нее 26 500 такой англичанин англичанин от немецкого концерна девятнадцатый год 22 350 пробег двухлитровый twin turbo все что вам стоит знать вен кому надо кому интересует кто ищет себе такие машины но мне кажется что я не знаю дорогие что ничего не могу сказать так volkswagen пола gti версия 21 год машина продает дилер еще сертифайт на гарантии 33 900 ну это прям кто-то наверное там молодая молодая аудитория наверное для этого volkswagen вот вам на нее данные машина новая в принципе да я не вижу на самом деле не указан пробег я не вижу пробега здесь значит машина новая 33 900 но нет скорее всего какой-то небольшой пробег у не должен быть просто только трансмиссия про тех не указан я думаю что какая там не знаю тысяча там сколько-то будет у нее пробег 33 900 за то уж наверно gti я знаю что этой машины богатая история и поклонники у нее точно есть аута у такой версии наверное их еще и больше в общем вот как то так о audi q3 audi q3 очень модные диски стоят не нравится честно говоря мне дизайна audi q3 здесь стоит панорамная крыша светло-серый салон машина в идеальнейшем состоянии не вижу датчиков мертвых зон у нее стоит с line а расширители так понимая отсюда взялись и эти диски так понимаю тоже от с line состояние нового автомобиля я не знаю как у нее год и пробег у нее нет цены ребята простите показываю вам цены на ней нет давайте погнали дальше опять 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 квадро 2 литра turbo цвет у нее очень интересный по моему это такой как мокрый асфальт что ли в цвет с каким-то или фиолетовым оттенком даже не понять не могу какой-то серых серо-синий 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 вот такой цвет какой-то интересный цвет на самом деле так ну что у нее большой люк открывается крыша у нее черный салон и с line вот такая опяточка и стоимость 40 тысяч долларов ребят 40 тысяч долларов а пробег какой машина сертифицирована продает ее ауди сама сам автосалон всего четыре тысячи сто семь километров то есть машина новая восемнадцатого года вы представляете до восемнадцатого года такой пробег просто фантастиш ну и цена отсюда конечно вы знаете сша очень часто делают упор именно на пробег то есть не на год она пробег бывает машина годовалая но с большим пробегом у нее будет ниже цена чем машина там постарше но с не минимальным пробегом почему-то у них вот так считается они смотрят больше не на год она именно пробег ребят здесь мне мне задавали вопрос честно или пробеги ну вот в данном салоне и вообще в нашем городе здесь это вообще автосалоны не шельмуют как правило то есть пробеги не скручены и проверить это на немцах ну достаточно просто это не значит этого нет вообще но в сша это уголовное правонарушение хотя умудряется народ иногда там в нью-йорке например это скручивать но основном это будут частные объявления в салон такую машину уже вряд ли будут сдавать все бывает ничего утверждать не буду почему такие машины именно в нашем городе есть но почитайте кто кому интересно кто в теме что такое на и пост даже я думаю людям с америки будет это полезно посмотреть кто вдруг не знает город специфический очень много людей которые приезжают сюда только в зимний период дабы переждать холода в своих штатах и машины соответственно очень часто простаивают люди приезжают они не успевают приехать в общем это такая большая большая дача поэтому можно найти отличные автомобили с маленьким пробегом и абсолютно честным стопроцентным тем более продает официальный дилер так а вот это вот мы с вами давайте этот ряд ох ты ох ты ваш любимый наш любимый я даже скажу я тоже его люблю 222 сейчас дойдем дойдем ребят а4 и а4 ну я так понимаю либо комплектация либо год до четверочки красивый глубокий синий цвет audi очень мне нравится в этом цвете она естественно здесь с line еще здесь простая версия так ну давайте глянем сразу цена пробег это для тех кто себе ищет машина аукционов потом долго торгуется потом платят посреднику и зачастую проще вот так для 33 500 цена 19 год машина гарантийная посмотрите у нее 7600 пробег 2 литра двигатель 7600 салон светлый светло-серый с деревом ставка от дерева так и 21 год стоимость 39 900 с line 39 900 красивый цвет пробег всего 3700 обратите внимание тоже 2 литра 3764 на темным на черном салоне аудюха в общем 21 год здесь люк есть и там люк есть суперская цена так ну что давайте наверное здесь у нас идут давайте опять покажу еще кудри уже показал вот это стоят а а4 тоже новая а4 стоит это я вам уже показывал ну как бы цены будут чуть-чуть могут разниться но не критично может быть из-за пробега значит а5 тоже показывал он там какая-то комплектация это белая вот таким большим люком 21 год на черном салоне с белой прострочкой очень симпатяло выглядит цвета ляля и цена у нее 50 тысяч долларов 49 500 видите 49 500 21 год а5 2 литра премиум с line quattro 4 500 пробег вот вам все данные 50 тысяч долларов лихо лихо вопросов нет так ну что давайте еще покажу вот двадцать первый год сорок девятьсот сорок девятьсот давайте посмотрим пробег 7000 но отсюда и цена на самом деле 7000 пробег видите тут всего 7 и 436 надеюсь вам видно у меня видоискатель солнце сильно светит так ну что ребят давайте пока с ауди мы остановимся и давайте пройдемся по остальному немецкому автопрому вот они красавчики стоят но правда начнем мы с классического бомбическому я бы сказал Maserati ну что ребята Maserati Gran Turismo ребят обязательно доеду до салона Maserati и покажу цены на новые тем более там 21 года есть обновленные Ghibli вообще я вам скажу что Maserati страшно популярна здесь в Америке по крайней мере в нашем штате я не скажу про все что-то но у нас очень популярны и машин на дорогах встречая крайне много ну один из доступных таких в принципе относительно доступных автомобилей кто не знает это итальянская замечательная старая марка основанная шестью братьями итальянцами в общем потом как не зайду салон расскажу вам историю про Maserati вкратце и итак девятнадцатый год Maserati Gran Turismo и она конвертабл она с открывающимся верхом посмотрите у нее карбоновые ручки карбоновые зеркала и она черного цвета так Maserati девятнадцатый год пробег всего 4600 4.7 V8 на красном салоне она на офигенном красном салоне вот так вот выглядит это Maserati а сто сорок тысяч долларов без 100 долларов сто сорок тысяч долларов ребят но надо сказать что за этот трезубец некоторые готовы отвалить сто сорок тысяч долларов потому что ну в баллоне придумали эту машину а логотип кто не знает это трезубец посейдона который от фонтана в баллоне в общем вот такая вот вкратце вам история так Audi нифига S5 S5 ну давайте посмотрим 52900 стоит это Audi 22000 пробег отличная цена комплектация Prestige 3 литра turbo 22000 и она тоже на красном да еще каком красном салоне ребята кто у нас владельцы Audi это нормально что это такой салон или это какой-то индивидуал я просто ну как-то знаете не силен в Audi честно говоря никогда не владел этой машиной у меня есть обзор на e-tron кому интересно посмотрите на канале прямо буквально на днях вышел обзор e-tron в общем единственная машина которая была в этом салоне я вам ее заснял так ну что идем дальше идем дальше и смотрим с вами q8 белоснежная q8 флагман марки очень красивый дизайн дисков понятно что это стоят видите это стоят восемь но они просто так красиво подобраны это 22 радиус 22 размерность 22 вот так не радиус это все таки мы не о радиусе там мы говорим там отношения поэтому не исправляйте я знаю просто уже по привычке говорю девятнадцатый год q8 quattro пробег всего 20000 и цена 64 64 900 ну 65 тысяч долларов стоит машина с пробегом 19 всего 300 с копейками 345 ну 20000 можно сказать пробег цена 65 баксов при этом комплектация заряженная у нее есть панорамная крыша не указана какая комплектация тонированная в хлам у нас в штате тонировка разрешена можно тонировать хоть лобовое стекло хоть какое стекло короче говоря пофигу все ездят в хлам тонированные в основном стоит фаркоп ну машина машина свежак так здесь у нас с вами 560s Мерседес кому будет интересно посмотреть недавно снял в нашем автосалоне вот здесь он буквально вот через дорогу находится Мерседес Бенз снял новую эску глазами своими как обывателя посмотрите 223 который это 222 и он просто я вам скажу офигеть он темно-темно зеленого цвета так красиво это смотрится даже не ожидал если бы мне сказали что надо купить машину зеленого цвета я бы сказал идите нафиг черный там белый не знаю ну серый он красивый но так красиво я не ожидал что смотрится темно-зеленый он с отливом он то черный то зеленый когда солнце попадает он зеленый очень красиво и еще и на белоснежном салоне а салон при этом в состоянии как будто его только что только что купили удивительно но при этом посмотрите хром такой ну в общем хром почему-то ну видимо стояла машина много тоже клевые диски уже рестайлинг идет девятнадцатый год но машина как новая надо же вообще ну по крайней мере вот салон и вокруг все а ну да у него пробег всего обратите внимание у этого автомобиля при 19 минут всего 13700 4 литра V8 13750 машина на V8 Ребят кто в США или кто будет там искать себе такие машины вот вам в принципе его вин сейчас я на виду сфокусирую вот вам ее вин машины сделайте стоп и можете посмотреть комплектации кому интересно потому что я знаю что очень многие гоняются за определенными цветами и комплектациями поскольку это буквально индивидуал версии часто бывает который прямо ну вот просто второй такой машины может не быть ну в общем это для поклонников так ну что это это и вообще у нас опять кабриолет цена вот здесь вот видно 45 тысяч долларов 18 год пробег в 35 двухлитровый вот так вот прям премиум плюс комплектация и это кабриолет кабриолеты в нашем штате всегда будут дороже они здесь в цене штат все время солнечный и нет зимы и кабриолеты здесь всегда дороже поэтому в таких штатах кабриолета будет много но в штате где будет похолоднее его можно будет на аукционе или там на рынке у дилер найти дешевле просто специфика штата такая черная крыша салон я так понимаю серый не черный он серый да в общем вот такая вот машинка хендай полисад ребята в доме где резной полисад да в общем у меня недавно вышел обзор на рестайлинг киа телерайт который вышел в двадцать первом году то есть модельный ряд там по моему они двадцать второго заявляют двадцать первый короче говоря посмотрите кому будет интересно изменения мне там все рассказал показал и показал как всегда цену потому что я в своих обзорах всегда показывают цены у меня нет просто обзоров я показываю не цену которая будет на рынке а которая фактически есть у дилера в общем эта машина стопроцентный одноклассник и давайте посмотрим двадцать первый год машина на вью можно сказать полисад он в каллиграфе но это видимо как автографе да версия такая которая заряженная так понимаю могу ошибаться в общем шестнадцать тысяч двести пробег у нее машинного и у нее ценник сорок девять пятьсот на этот полисад сорок девять пятьсот машина двадцать первого года свежачок да так сейчас дойдем и до JLS здесь у нас с вами я так понимаю а пять а пять а четыре простите это а четыре тридцать шесть девятьсот с пробегом двадцать пять тысяч двадцать пять двадцать четыре девятьсот шестьдесят один премиум комплектация люк черная на черном тридцать шесть девятьсот JLS предыдущей генерации мне кажется один из самых удачных его кузовов не очень нравится мне последний кузов он неплохой но только наверное в амг обвесе он смотрится более достойно а в стоковом варианте ну на мой на мой лично вкус на вкус и цвет это знаете все фломастеры разные у каждого свои предпочтения свои вкусы в общем этот JLS мне очень нравится у меня был предыдущий кузов пятьсот пятьдесят ламборгини поехала ребята звук такой пушечный восемнадцатый год давайте посмотрим там шестьдесят шесть девятьсот дорого эти автомобили здесь стоят шестьдесят шесть девятьсот цена и у него тридцать семь тысяч всего пробег вот здесь вот видно JLS пятьсот пятьдесят фломатик тридцать семь двести пробег четыре семь литра битурбо в общем вот вам все данные весь расклад ну и цена шестьдесят семь тысяч долларов он темно-синего цвета он не черный у всех мониторы у вас откалиброваны по-разному кто-то на телефоне смотрит не знаю в общем он темно-синего цвета у него еще я так понимаю диски да мг стайл стоит у него панорама полностью рейлинги и у него коньячный салон я бы даже сказал не коньячный а рыжий больше такой так ну что давайте дальше посмотрим дальше посмотрим так вот так выглядит этот автомобиль Porsche Cayenne S не знаю почему но очень мне нравится этот автомобиль прямо нравится очень красивая машина здесь еще у него стоят какие-то интересные я не знаю столько вы или это или это доставлено уже по-моему какие-то интересные у него стоят трубы выхлопные это Q5 рядом стоит так ну если вдруг среди тех кто смотрит не знает что в принципе Volkswagen Porsche и Audi это один концерт то имейте ввиду это один концерт кстати как и например Bentley так ну что давайте пройдем и посмотрим значит он на бежевом салоне на это красивый Porsche салон и в стиль у него панорамная крыша и это двадцатый год Porsche Cayenne Coupe S он почему-то называется и 2.9 V6 и всего 6 тысяч пробег то есть машина новая и цена у него внимание 109 900 110 тысяч долларов цена на эту замечательную машину этот автомобиль так Q5 21 года я вам как-нибудь сделаю обзор еще по Audi который продается в Америке какие комплектации какие цены ну вот можете сразу посмотреть что немножечко бушная машина с рейлингами например даже на крыше 21 года я думаю она точно еще на гарантии сейчас посмотрим комплектацию пробег здесь у нас с вами пробег всего 6800 2 литра turbo charge вот так вот покажу и премиум плюс комплектация я думаю кто Audi владеет знает у нее здесь панорама стоит рейлинги доставили volkswagen скинул в таком же стиле у volkswagen на рейлинге и у нее рыжий с рыжим деревом рыжий салон вот так вот это все дело смотрится ну и ценник у нее 53 648 вы уже видели поняли так давайте Q7 покажу вот 3 Q7 стоят давайте посмотрим на год пробег и естественную цену беленькая у нас флорида поэтому белый цвет будет всегда чуточку дороже на вторичном рынке у них разные посмотрите вот там вот такой вот дизайн дисков на синий здесь а здесь одинаковые получается здесь у серой и у белой одинаковый дизайн дисков да так здесь есть панорама здесь есть панорама все три с панорамными люками ну дальше выбирайте по цвету как говорится так и двадцать первый год двадцать первый год и девятнадцатый год ну значит есть смысл показать вам фактически две машины но мы посмотрим все значит вот это машина стоит семьдесят четыре пятьсот сейчас они сделали скидку я думаю еще можно поторговаться и она у нас престиж комплектация Q7. Всего пробег у нее 5 598, как вы видите, 3 литра. В общем, вот такая вот история. Она белая на светлом салоне. Он нежный бежевый салон. Такой, знаете, цвет, как у Лексуса. Ну и это уже полностью обновленная торпеда. То есть вот эти все, как я показывал на Audi и Tron, в принципе, такие же приборы. И проекция на лового стекла. Здесь также проекция. То есть комплектация, я так понимаю, одинаковая. Но и цена, в принципе, 74 500 и здесь 74 500. Цена одинаковая. Машины одинаковые. Нет смысла. Давайте поэтому посмотрим. Ну давайте, ладно, я вам уже обещал. Пробег здесь тоже покажу. Здесь пробег 5000 всего. Тоже 5251 Q7 и тоже комплектация Prestige. И она на коньяке. Вот здесь как раз коньячный цвет. Ближе к терракотовому такому крыжему. Я не знаю, видно вам достаточно. У меня просто очень ярко светит солнце и мне очень плохо видно видоискатель. Так, и 19-й год. Тоже кукушечка. 48 48 900 48 900 48 900. Ну, существенно ниже цена. Сейчас посмотрим, какой пробег и комплектация. Премиум плюс комплектация здесь у нас. Так, вот премиум плюс. А пробег всего 19. Посмотрите, 19 800 всего пробег. Ребят, ну, цена шоколадная. S и премиум плюс. Правда, она 2 литра. Ну, кому если ввозные пошлины платить, то самое оно. И она на... Сейчас посмотрим. Она на черном салоне. Она темно-синяя, на черном салоне. Ну, и еще приборка. Ну, понятно, наверное, предыдущие, да? Предыдущие версии. В общем, ребята, вот как бы 48 900 для автомобиля с таким маленьким пробегом. С понятной историей от официального дилера, да еще и ну, для тех, кто в США покупает, будет точно гарантия. Мне кажется, это отличное предложение. для Q7 прямо супер. Для простого потребителя, мне кажется, даже будет не сразу прям понятно, вот как я, допустим, Audi как-то не сильно прям так вот, но внимательно к ней отношусь, да? И я понимаю, что да, оптика разная, дизайн изменился, а внутри она сильно поменялась. Но при этом вот так на дороге сразу так и не определишь, едет это последняя генерация или предпоследняя. В общем, ребят, вот такая вот история. я сегодня показал вам целую кучу немецкого автопрома. Я надеюсь, вам понравился ролик. Я надеюсь, вам была полезна эта информация для какого-то определения, заказывать, не заказывать, на аукционе, не на аукционе, то есть, где что как. вот, кстати, 21 год, смотрите, я еще покажу, 44 500. Это, я так понимаю, стоит новая, да, Q5. Смотрите, сейчас наведу. Вот так вот, надеюсь, вам видно там. Q5, 6658, всего у нее пробег. Цена 44 500. Ну, реально, Q5 стала симпатичней, намного. 21 год. Она стала реально симпатичней, на мой взгляд, но, опять-таки, мы говорим, что на вкус и цвет товарища нет. Ладно, ребята, в общем, вот такие вам обзоры с полей реальных дилеров, с реальными ценами, без всякой ваты, без всякого того, что, а что ищите, что подбираете, вот имейте в виду, вот пробеги, вот цены. Сразу хочу обозначить, что в нашем городе цены еще немножечко выше, чем, допустим, в какой-нибудь соседнем Форт Майерс. Поэтому можно находить машины чуть-чуть дешевле, но чудес, как вы понимаете, не бывает, и, в общем, искать машину, которая вдруг в два раза стала дешевле, чем это, это крайне-крайне непросто, тем более сейчас цены стали повыше. Так, ну, а вот это вот новое, да, давайте я вам в рубрике любимый моей по скриптам, это новое, смотрите, новое Q3, 22 года модель, 2 литра, как вы видите, да, вот так, я надеюсь, вот так вам видно, восьмиступенчатый автомат, и цена у дилера новой 38,200, в комплектации здесь не сказано, какая комплектация, к сожалению, моему, но, давайте покажу, у нее большой люк, почти панорама, у нее кожаный салон, вот такая вот панелька, и по-моему, даже, ну-ка, сейчас давайте посмотрим, по-моему, цифровой, цифровая панель приборов, да, у нее полностью цифра, это новая машина, ну-ка, вот так, из классики, только коробка, рычаг, все остальное, уже новомодное, ну, надо будет запилить обзор, я потом вам запилю обзор, напишите по новым машинам, какие у вас, Volkswagen у меня много есть, Audi, я делал, по-моему, R8 обзор, посмотрите, есть у меня там, пока-пока, вы имеете право в этом знать, увидимся, спасибо огромное вам, что на канале, спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, увидимся, как всегда, смотрите, какие машинки заезжают еще сюда, красавица из Мишигана приехала, ладно, показал еще, и . . . . . . .